вот парке националь кебрадо де кондорито так ловить рыбу запрещено да или можно палатки можно ставить огонь можно собачек нельзя смотри даже ловить рыбу наверно можно только наверно с разрешением потому что нарисовано какое-то как бы разрешение рыба крючок у меня крючки есть разрешение есть рыба есть заехали мы парк национальный не табличек ничего не было вот такой национальный очередной парк есть много национальных парков аргентине бесплатных вот видите написано bienvenido parque nacional парк национальный кебрадо де кондорито вот здесь ящеры и кондоры летают мы уже правда кондоров видели но все равно очень интересное место хотим посмотреть посетить тем более нам нравятся парки национальные это я который вам все показывает так что лайк и подписка приехали поставили на площадку машину надо зарегистрироваться то есть есть такое написано информе с регистром до визитанты то есть информацию дают и регистрируют тексту приехал посетителей смотрите питается от солнечных батарей внутри по две большие панели стоят солнечных батарей здесь я так понимаю горка на попе покататься детям когда им не чем заняться пойдем посмотрим что да как он им скажет куда можно где их не кондоры где рыба он кондор летает смотрите ожидает он он мы их уже видели но принципе так как и зарезка и таков горах встречается вот приезжает посмотреть он она на лапо то номер 10 тенезу на diferencia altura de 500 метров коне рюля на кедра del condor это пропиаменте дича с таки так а если durante la sendа вас аид а сиа лакедра del condor это и с ума и форма так народ нам все объяснили и мы пошли мы пошли искать кондоров и они нам надо мы не знаем но вы пришли так сказали что там будет точка высокая 2000 метров на дуриуме моря ну в общем что мы находимся это точно даже в два часа как в дальней точке какой-то реки надо уходить обратно иначе не успеем потому что парк 5 с лишним закроется обратно еще что нам интересно рассказали что здесь можно ловить форель единственное что до моя месяца сейчас сезон закрыт можно приезжать и ловить форель прямо здесь они даже там потом замеряет говорят сколько ты можешь собой взять то есть вот тут вот где-то река есть рядом и тут ловится форель а почти где-то с ноября месяца ноября месяца и до этого самого и до мая сейчас не сезон форель ловить я говорю почему заповедники они сказали что она им приносит не знаю какой-то там вред экологии когда ее сильно много разводится и они периодически разрешает их отлавливать и увозить эту форель ну понятно надо все равно разрешение на рыбалку это понятно да вот путь нам рассказали хотя честно говоря я вышел и уже забыл что-то вам говорил как-то дойти до чего-то потом там налево и там тропинками тропинками куда-то ну я думаю указатели будут найдем сегодня соревнуюсь кто сколько шагов сделать со светой у нас там на телефонах такие приложения есть которыми мы пользуемся замеряем то сколько в день шагов сделал скоро будем еще соревноваться в онлайне я думаю что я сегодня больше шагов сделаю пока дойду предупредили взять куртки на случай если заблудитесь чтобы ночью спать было удобно надеюсь что не заблудимся чтобы было не холодно по ночам тут очень холодно сейчас вроде тепло рассказали куртки все равно возьмите или хотя бы какие-то в электролке там мы решили что лучше одеться берите говорит воду берите еду и идите и идите и идите я правда вот такой единственный спросил сколько туда километров идти пока мы увидим этих контуру может лучше воробья увидим да и все ну пока вот такое как ребят кто хочет больше ну как бы это веселье да ну вот вам веселье смотрите картели предупреждают нас что не трогайте зверьё всякое потому что здесь ходит этот самый хавали пума и сорпиентес пума это вот этот леопардик этот который кошка это лесная ну вот такая вот видите потом гремучая змея здесь и еще кабаны дикие ну весь набор хороший такой чтобы для одиноких путешественников ну просто счастье и по моему по моему говорили если увидишь пуму надо смотреть из глаза и орать свои силы чтобы ее напугать ну вот я чувствую что мы сегодня этой попробуем поорать на пум чтобы напугаемые или не напугаем потому что и себе я знал я бы ножик взял у меня там такой хороший охотничий нож около сиденья лежит машине ну тут разрешили рыбу ловить сейчас не сезон ну чё-то про пум он ничего не сказал как нам на них смотреть и как орать вот что-то как-то он пропустил это там из этих пещер чертовых куча и наверняка там они сидят и на нас смотрят халя чтобы они были хорошо если они сейчас уже покушали что они совсем не голодные в данный момент аж у них не обеденный перерыв он лежат не лежат тут около дороги пузо греет так что тут иди и смотри на все же запомнили да но если я помню встречи я буду снимать как я ору нужен всем было вообще интересно ведь вот они лазят эти пумы он они тут пузо греет чементка цель за этого кондора который он там летает над горой надо рисковать своей жизнью чтоб тебя кто-то не съел смотрите они тут лежа ну к полму они здесь вообще все просто лежат около дороги и ждут туристов надо камеру не выключать чтобы если что все увидели а то потом забуду и включить надо было по реке плыть в реке может продавца может крокодил все они тут повыревали и ямы прям не пугает кабаны какие-то это парк аттракционов называется смотришь теперь под каждый камень знаете как вот похлеще этих американский город американские горки шо там раз-два если шо ну упал упал капец не успел а тут пока тебя еще жевать будет блин ужас какой о а это вот прикол я думал то кампина это оказывается канты смотрите написано ареды а кампы вот это типа здесь вы можете поставить свою палаточку если вы пришли пожить вот тут как раз кабаны парили хорошо виде вы можете поставить тут палаточку чтобы они пришли и вас парили хорошо видите как раз кабаны травку искали все перерыто кабанами что ты ни одной палатки не вижу здесь ни одного желающего тут постоять не вижу вот он кабаны корешки едят а он там на нас пумы смотрят сидят со своих дырок там видел куча пещер всяких они в этих пещерах наблюдает мы идем на какого-то кондора посмотреть они на нас это самое посмотреть кондоры летает уже некоторые эта сказка называется куда идем из пяточком большой большой секрет вот вот так и мы идем большой большой секрет черт его знает куда чтоб птичку увидеть зато и себя показать чем-то на горах сидит им же тоже цирк нужен они ж не только должны мы их смотреть они на нас мы на них общение с природой называется только треть прошли они он уже летают планеры эти нам еще идти идти мы идем такие номерки есть типа прошли точку 4 я уже захекался говорят что . 8 это самая высокая 2000 над уровнем моря а потом спуск да еще каких-то в общем где там уже они летают а потом назад есть туда ну и потом уже оттуда 8 точек вниз одним словом я думаю что я сегодня по шагомеру все тут точно опережу вот так травка хорошие решали если пришлось остаться спать вот там 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 кампины и кабаны порыли я пожил бы я пожил бы только если под рукой был автомат калашникова хорошие эти самые фонарики и спички я сначала всю эту траву подпалил на километрах вокруг себя чтобы всех змей поразгонять что никто не подходил остальные кто не убежал охранялся бы с автоматом как в армии вот только таким образом я тут остался жить шутка ладно главное смотреть под ноги и по сторонам чтобы никто не подкрадывался надеюсь сзади тоже никто не крадется смотрите как там красота скоро сверху все покажем нам теперь надо еще разрабатывать гимназию на ступеньках вот прямая дорога закончилась полезем по кривой дорожке вот по этой тыки тыки убегайте все я иду давайте сваливайте слышите шаги не лежите труна в солнце на солнце пузо грейки одним словом здесь прикольно ребята кто такие экстремальные штучки любит ну да это я такой то на каяки в океан то между пумами блин шу птичку посмотреть вот нельзя ее телике посмотреть то вам везет сидите смотрите себе пилка попиваете а лёха тут лазь поэтому всему видеть такую красоту вот еще пять французов ведет они там приехали машины после она зарегистрировались ребят туристов видите франция привет так что люди едут цивилизованной европы чтобы побывать в аргентине а некоторые мои подписчики начинает рассказывать байки какой не интересно вот европу надо ехать до европа едет к нам ванера европа видели вот такие у нас места все наши никому не отдадим землю нашу кондором отдадим тока вот тут только кондор и инопланетяне прилетает изредка так как же с ними на французском-то разговаривать турист молодцы перевал ребята я себя чувствую как этот как сам мартин который переходил через горы там чилийские анды вот я через горы коровую перехожу перешли через перевал смотрите от поливается кусок равнины какой-то там дальше за этим хребтом сейчас одним словом попробую показать пятая точка восьмая самая высокая еще три точки до высоты так но все равно уже не хило как бы здесь смотрим эти расчелины чтобы никто не сидел меня не поджидал смотрим что тебя ветром не сдул и вот да как вам это ну в ту сторону не видно а в эту видно здесь повстречал надо глянуть что за укрытие раз уже пришел надо все посмотреть пока силы есть так ну что ну ничего интересного просто спрятаться от солнца больше ничего а там еще макс макс какие-то картели есть ну хочешь потом зайдем а он говорил что потом она будет зайти давай на обратном пути когда будем меньше уставшие знаешь там он туда еще подъем какие-то стены что-то за курт культураль он казал что на этом самом на обратном пути пути можете зайти когда уже силы вас покинут нам стало веселее потому что это самое во первых мы уже привыкли немножко адаптировали знаете как бы с каждым подъемом ты адаптируйся больше и больше я уже вспомнил низым тихим тлом тех кто ходит на эверест которые там ухты ухты надеюсь это не прилетел с неба такой камешек крутой вот так что мы уже потихоньку адаптировались уже можем идти дальше вначале как-то было трудно задышка была теперь уже полегче стало водички попили остановки надо делать с пумами мы тоже разобрались с этими кошаками лесными мы им приманку бросили вон вон идет приманка впереди то есть мы как эти нормальные герои всегда идут в обход впереди идут французы если французы не съедят пумы значит и нас не съедят это у нас это такой хитрый план они нас обогнали просто когда мы фотографировались молодцы ребята тоже чешут вперед изредка все останавливаются по фотографироваться в красивых местах ну так получается друг друга обгоняем так что вот наслаждайтесь нашей красотой там еще говорят есть побольше либо река у которой тоже можно рыбу ловить кто хочет секретное место где ловить форель горную вот смотрите мое видео запоминайте дорогу и вот сюда за форелью ноября по май как раз детний период ой тень такая зашевелилась мне сразу показалось что все таки пума нас нашло окажется нет это было просто тень так это то ли зона отдыха то ли стоянка наших предков из камней выложена сейчас посмотрим всяком случае не похоже это уже ты современные люди строили потому что скамейки очень полированные вряд ли эти так что тут можешь мне еще если хочется сюда можете походить пьедра рибриозора 700 750 метров в эти эти 40 минут нормальный прикол музыку не включайте смотрите что рассказывает да идите типа по дорожкам больше не сворачивайте будете подниматься вверх не рвите цветочков музыка не орите и глаз нарисованы смотрите в оба вот так вот 40 минут 750 метров эти прикольно макс тут еще какую-то штуку еще даже глаз нарисовали смотрите в оба оху ну мы пойдем сюда за французами ну все я тоже думаю что лучше пойти за этим за приманкой для тигров наши кордовески ну ребята это прикол это мы прошли шестую точку так на шестой точке смотрите какой ветер самая высокая восьмая по рассказам охранника парка смотрите самое прикольное это восьмая будет потом будет на спуске еще столько я вот не знаю этот шагомер который у меня считает шаги на телефоне я же хочу рекорд побить так вот я думаю он считает он согласно спутника смотрит потому что тут такое дело он не может написать что я 750 метров прошел потому что в длину может она 750 метров или сколько зато еще в высоту залез два километра а это все надо ножками это все шаги так что он там не себе думает этот шагомер сейчас будем думать как он и чего так макс не потерялся не за кущами бегает на родном вам нравится сказали если не уйдете оттуда с конца в 4 в 2 часа дня ну да не успеете на выход а не успеете на выход то ворота парка закроется и будете спать где-нибудь здесь вот так тут говорят никто с вами нянчится не будет не хочешь слушаться не слушайся ходи в этих горах куха тебе влезет и внимание мрамор торчит прямо из горы видите вот везде есть залежи мрамора вон он белый мрамор прямо с горы вылазит а там пещеры становится интереснее и интереснее мы уже доходим до 8 . 2000 метров над уровнем моря я понимаю что для кого-то кто лазит там по своим эльбрусом сказать что это ерунда а для нас нет мы столько щелкаем тут всего и показываем он французы бедные уже в чесали аж уже бог на куда одним и тут плетемся так надеюсь это не восьмая точка потому что там я вижу еще выше нет не восьмая боя вижу французы еще выше поднимается надо и догонять по очередное крутое местечко смотрите очередная крутизна здесь только этого мрамора